Славься Бог Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! С вами программа «Преображение». 25 марта Святая Православная Церковь празднует память Великого Святителя, Богослова и Литургиста, Папы Римского Григория Двоеслова. О нём мы поговорим в настоящей передаче. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий. Добрый день, отец Павел. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, с чем связано наименование Папы Римского Григория Двоесловом? Следует заметить, что это именование принято именно в Православной Церкви, потому что в Западной Латинской Церкви его, как правило, называют Папой Григорием Великим, Григориус Магнус по латыни. У нас же его называют двоесловым по той причине, что, начиная с эпохи Древней Руси, уже с XII века, его творения переводились на славянский язык, и в особенности очень большой популярностью пользовалось его сочинение «Собеседование» или «Диалоги» о жизни итальянских отцов и о бессмертии души. И вот по названию этой книги, «Диалоги», его стали называть Григориус Диалогус, что было буквально переведено как «Григорий Двоеслов». Поэтому можно спорить вообще о правильности этого именования, но так это уже вошло в историю. А каким было происхождение будущего Папы Римского? Происхождение будущего Папы было очень знатным и благородным во всех смыслах этого слова, потому что он происходил не только из богатого римского рода, но и из очень благочестивого рода. Не менее ста лет его род служил в церкви, Папа Феликс III был его прапрадедом. Кроме того, Папа Агапет был его родственником. Отец Папы Григория Двоеслова по имени Гордиан занимал важный пост в церковной администрации города Рима. Ну и мама его, Сильвия, отличалась очень глубоким благочестием. И после смерти своего мужа Гордиана она жила неподалеку от базилики святого Павла и была известна в городе святостью своей жизни. Поэтому, с одной стороны, вот это глубокое христианское благочесть, а с другой стороны, несомненно, и замечательная генетическая память. Это то, что соединялось в святом Григории, потому что даже по тем его изображениям, которые дошли до нашего времени, видно, что это был человек, который отличался утонченностью своей натуры. И было видно с первого взгляда, что это человек, ну буквально, патрицианского рода. Расскажите, пожалуйста, какое образование получил будущий святитель? Нам мало что известно о жизни Папы Григория до того, как он был воздвигнут промыслом Божьим на свешницу церковную. Но, тем не менее, Григорий Турский в своей истории франков упоминает о том, что в знании грамматики, диалектики и риторики не было равного Григорию во всем Риме. Следовательно, он получил самое возможное, хорошее по тем временам образование. И в соединении с теми талантами, которые он имел от природы, это все произвело совершенно исключительный эффект. Так что те должности, которые впоследствии он занимал даже с точки зрения мирской субординации, он был одно время префектом города Рима, он был сенатором, это говорит о том, что он был выдающимся человеком и выделялся своими знаниями на общем фоне той эпохи. Каким образом так получилось, что диакон Григорий стал посланником Римской церкви в Константинополе? В то время, когда Григорий возрастал, укреплялся духом и искал свое призвание в жизни, папой римским был Пелагий II. И он заметил, несомненно, вот эти замечательные дарования Григория, который был тогда еще мирским человеком, высокопоставленным уже чиновником. И вместе с тем он увидел его стремление к жизни духовной. Надо сказать, что на свои средства, еще будучи не в сане, святой Григорий построил монастырь Святого Андрея в пределах города Рима. И там он любил со своими друзьями собираться, беседовать о духовных предметах. Но когда он был рукоположен в сан диакона Папой и Пелагием, то он понял, что ему предстоит совсем иное поприще жизни, чем то, к которому он стремился. То есть уединенной жизни у него явно не получится, а нужно будет очень активно служить в церкви. И вот тогда он это воспринял как особое промыслительное действие Божие о себе, что именно в послушании церковному священному начале, в исполнении тех обязанностей перед церковью, которые были на него возложены, он и будет искать спасение своей души. И вот таким образом, когда его отправили в Константинополь как представителя римского папы при императорском дворе, то он не изменил своих привычек. Он жил в одном из монастырей Константинополя, и некоторые его друзья из Рима переехали вместе с ним. И вот в их кругу он читал свои толкования на книгу Иова, вел жизнь аскетическую. Но вместе с тем он использовал это свое положение для того, чтобы обзавестись связями, которые впоследствии очень пригодились ему, когда он вернулся в Рим и стал римским первосвященником. Ну и что еще нужно по этому периоду отметить? Очень любил свое отечество святой Григорий двое слов. И когда он видел те политические неурядицы и военные конфликты, которые постоянно происходили в то время в Италии, он несколько раз пытался упросить императора Тиберия II Константина и Маврикия, чтобы они оказали военную помощь Риму в борьбе против варварских племен, против лангобардов в частности. Но они ничем не могли ему помочь, потому что сама Византия в то время вела очень затяжную, тяжелую военную против персов. Расскажите, пожалуйста, про те обстоятельства, которые сопутствовали избранию дьякота Григория на римский престол. Это было промыслительно и в какой-то степени, наверное, даже и удачно для святого Григория, что папа Пелагий в 586 году вызвал обратно к себе в Рим своего представителя дьякона Григория. Тогда ему было около 46 лет. И несколько лет Григорий был при римском папе в Риме и имел возможность уже войти в курс собственно церковных дел с самой высшей точки зрения, уже приближаясь к сознанию того, как можно было бы потом управлять всей этой церковью. Поэтому, когда папа Пелагий скончался, а это произошло во время страшной эпидемии чумы, которая охватила и Рим, и в целом Италию, тогда выбор паствы единогласно пал на Григория, который уже несколько лет был близко при папе, который был известен и своей ученостью, и добродетелями. Поэтому ни у кого не было сомнений, что это самый достойный кандидат. И Господь вскоре подтвердил правильность этого выбора, потому что когда святой Григорий возглавил покаянный крестный ход по улицам Рима, то было видимое знамение свыше. Над гробием императора Адриана, который сейчас называют замком Святого Ангела, явился архангел Михаил, который вложил огненный меч в ножны. И это было знаком того, что молитва людей услышана, что эпидемия прекратится. И она действительно вскоре прекратилась. Поэтому как только поступило разрешение от византийского императора в 590 году, тут же Папа Григорий был поставлен на Римский престол. Как проявил себя Папа Григорий Двоеслов в управлении Западной Церковью? Он проявил себя с самой лучшей стороны. И это особенно ценно в той связи, что время его понтификата было очень тяжелым и напряженным. С 590 по 604 год он управлял Западной Церковью. И ему приходилось решать очень серьезные проблемы, причем не только церковные. Помимо обычных обязанностей первого святителя, ему приходилось еще заниматься многими государственными вопросами. В то время светская власть, время была очень слабой. И настоящим правителем, фактическим правителем Рима сам стал Папа Григорий. И ему приходилось из церковной казны брать средства для того, чтобы платить войскам, которые обороняли Рим, чтобы выкупать пленников из плена улангобардов, чтобы платить контрибуцию улангобардам, которые дважды осаждали Рим за первые три года его понтификата. То есть это было время катастрофическое. И то, что все-таки ему удалось сохранить церковь и сохранить свой город, это во многом заслуга его самого и проявление тех талантов государственных, политических и дипломатических, которыми он обладал. Ну а с другой стороны, что касается его именно талантов по управлению церковью, то он также старался соблюдать ту линию, которая была в то время принята у римских первосвященников. То есть реальной власти в то время было не так уж много у римского Папы. И мы говорим, что вот он как бы возглавлял, управлял западной церковью. Но больше, чем сейчас, наверное. Да, намного меньше у него было власти. То есть фактически ему подчинялась только Италия, и то не полностью, часть Балкан и некоторые острова. Сардиния, Сицилия. Больше никуда его юрисдикция не распространялась. И когда он пытался говорить о том, что повлиять, скажем, на раскол донатистов в Северной Африке, никто его не слушался. И когда он после многих тщетных попыток увидел, что он не может ничего там сделать, он начал просто смиряться перед этой ситуацией. Расскажите, как складывались отношения Папы Римского Григория Двоеслова с Константинопольским патриархом? Это были очень непростые отношения, и это тем более странно, что личные отношения с патриархом Иоанном Постником были хорошие у Папы Григория, потому что когда он был представителем Папы Пелагия в Константинополе, то он познакомился с патриархом, который был очень благочестивым человеком, и у них сложились замечательные даже буквально дружеские отношения. Но когда Папа Григорий стал Папой, он столкнулся с той же проблемой, которая была еще у Папы Пелагия II, потому что в то время по предложению и настоянию византийского императора патриарху Константинопольскому был усвоен титул Вселенского Патриарха. И это сразу вызвало ревность со стороны римского Папы, который до этого считался первым по чести среди всех епископов Вселенской Православной Церкви. А если патриарх II Рима Константинополя стал Вселенским, тогда получается, что Папе Римскому остался только его город, и то он в какой-то степени получается уже подвластен патриарху Константинопольскому. Поэтому вначале Папа Пелагий, а потом и сам Папа Григорий требовали от патриарха Константинопольского, чтобы он отказался от этого титула. А иначе они грозили прервать с ним отношения. Но он не думал отказываться от этого титула, тем более, что император был категорически против, чтобы этот титул был у него отнят. И фактически ситуация закончилась тем, что и с этим также ущемлением своих прав Папе Григорию тоже пришлось смириться. А какими были взгляды Папы Римского Григория двоислован на полномочия римского первосвященника? Это отдельно интересная страница его мировоззрения, потому что в отличие от многих более поздних римских первосвященников, Папа Григорий не считал, что он должен управлять всей Вселенской Церковью. То есть он настаивал на том, что у него есть первенство чести во всей Вселенской Церкви. Вот об этом он много говорил и был в этом абсолютно убежден, потому что он был наследником первоверховного апостола Петра и, соответственно, считал, что именно он и должен считаться первым по чести. С другой стороны, единственное, может быть, в чем он видел реальное проявление своих особых полномочий как первенствующего епископа, это в том, что он считал себя вправе рассматривать жалобы клириков из других патриархатов, из других поместных церквей. То есть он оставлял за собой право последнего апелляционного суда. А на чем основалось это право? Вот он считал, что это древняя традиция, которая именно основана еще на апостольском авторитете апостола Петра, который был все-таки первым из всех апостолов и которому уже в древности обращались за разрешением многих вопросов. Поэтому сейчас трудно сказать, насколько его взгляды реально соответствовали тому положению вещей, которое было, скажем, во времена апостольские, и имел ли он право настаивать на том, чтобы именно изменять суд первосвятителей и других патриархатов. Но вот это он считал для себя вполне допустимым. Он отстоял это право? Ну, отчасти. То есть в некоторых случаях он пытался это делать, но в других ему очень резко намекали на то, что он превышает свои полномочия. Один раз император Маврики даже написал ему буквально ругательное письмо с явными оскорблениями, с поношениями. Вообще папе приходилось терпеть много от Маврикия, которому не нравилось, что папа вмешивается в политические дела. Но ему это тоже пришлось проглотить. Поэтому это выглядит, с одной стороны, даже странно, как это первосвятитель, первый по чести и святой человек просто по жизни. Но ему приходилось терпеть очень много скорбей, унижений и оскорблений в течение всей своей жизни. Перечислите, пожалуйста, творения папы римского Григория Двоеслова. Творений у папы Григория достаточно много. В патрологии мини они занимают пять томов. Но большая часть объема — это именно его письма, которых он писал много, которым он придавал большое значение. Многие люди спрашивали у него совета, и он отвечал обстоятельно порой в своих письмах, которых он написал около 800. Кроме того, он известен своими толкованиями на книгу Иова, на книгу пророков Иезекииля и на Евангелие. У него также есть книга «Пастерское правило», ну и то сочнение, о котором мы сказали в самом начале, это диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Это особая книга, потому что он писал ее с целью показать, что не только в апостольские времена совершались чудеса в его родной земле в Италии, но они происходят и сейчас, они происходят в конце VI века. То есть сила Божия не оскудела, она по-прежнему действует в тех подвижниках, которые посвящают себя служению Церкви. Скажите, с какой целью Папа Римский Григорий Двоеслов составил чинопоследование литургии прежде священных даров? Вопрос, насколько он составил эту литургию, до сих пор остается открытым. Его именем она названа? Его именем эта литургия названа в наших служебниках в Русской Православной Церкви. А у католиков? Ну, у католиков именно такой литургии в строгом смысле слова и нет. У греков есть, у греков она не имеет имени Григория Двоеслова. И даже более того, патриарх Досифей прямо утверждал, что это более древняя по авторству литургия, которая идет еще от апостолов и которая не была написана Григорием Двоесловом. Поэтому тут не все ясно. Фактом остается то, что до XV века большинство списков этой литургии не имеют написания Григория Двоеслова. Но вместе с тем существует мнение, которое подтверждается, опять же, греческими источниками IX века, о том, что Папа Григорий вводил литургию прежде священных даров именно на территории Рима, Италии, именно Западной Церкви. То есть литургия, скорее всего, существовала уже до него. Возможно, он внес туда какие-то правки, какие-то изменения, дополнения. В какой-то степени ее, возможно, приспособил именно к западному менталитету. Но уже тот сам факт, что он сумел ее внедрить, по крайней мере, на какое-то время на Западе, что он был ее привержен, что он любил само это служение, точнее последование, ну и соединяемый с авторитетом Папы Григория, оно произвело такой эффект, что со временем, по крайней мере, вот у нас в Русской Церкви, прочно закрепилось название литургии прежде священных даров, как и литургии Григория Двое Слово. Ну а цель ее введения совершенно ясна, ведь в Великом посту по Иерусалимскому уставу в седмичные дни вообще не совершается полная литургия, только в субботу-воскресенье. И чтобы не оставить людей без причастия святых христовых тайн в течение Седмицы, Папа Григорий предложил ввести служение именно литургии прежде священных даров, когда дары уже заранее освящены на полной литургии Василия Великого или Иоанна Златоуста, и уже просто совершается самослужение, при котором преподается верующим таинство тела и крови Христовых. И надо заметить еще одну интересную вещь. В Древней Руси, да даже буквально до XV века, в Киево-Печерской лавре, литургия прежде священных даров совершалась в седмичные дни Великого поста каждый день, кроме первых двух дней поста, первой Седмицы, потому что тогда действовал студийский устав, и литургией можно было служить ежедневно. Насколько сильно вообще отличается прежде священная литургия от полной литургии? Для человека, не посвященного, наверное, самое большое отличие, которое видно сразу между этими литургиями, это то, что в литургии прежде священных даров нет евхаристического канона. То есть не освящаются святые дары, они уже заранее освящены, и именно вокруг этих уже освященных даров происходит все священное действие. То есть буквально эта литургия представляет собой несколько расширенную вечерню, которая в конце просто присоединяется, вот это окончание, для того, чтобы причастить людей из святых христовых тайн. Ну а вместе с тем, конечно, особая напевь употребляется при этой литургии, она более такая, может быть, минорная литургия, если сравнивать ее с литургиями Василия Великого и Иоанна Златоуста, но вместе с тем она как нельзя больше выражает именно покаянный дух Великого поста. То есть подходит к Великому поста? Безусловно, поэтому, как мне представляется, человек, который хочет во всей полноте ощутить дух Святой Четыре Десятницы Великого поста, он должен стремиться почаще приходить именно на эту литургию, в седмичные дни, в будние дни, потому что литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого, которая служится по субботам и воскресеньям Великого поста, она ничем практически не отличается от таких же литургий, которые служат в течение всего года. Какова была роль Папы Римского Григория Двоеслова в обведении Григорианского хорала в обиход Западной Церкви? Современные ученые считают, что он был начинателем, как бы основоположником этого Григорианского хорала, который получил впоследствии его имя. Конечно, далеко не в полном объеме то, что сейчас называется Григорианским хоралом, происходит лично от него, но тем не менее он начал эту реформу. И многие исследователи считают, что антифоны — это и есть его именно введение, его произведение авторское. Поэтому надо признать, что среди прочих многочисленных талантов святого Григория был еще и музыкальный дар. Раскрыть, пожалуйста, о личностных качествах святителя Григория Двоеслова. Это был человек необыкновенный. Это прежде всего нужно сказать. Соединять в одном лице столько различных дарований и аскета, подвижника, и политика, и дипломата, и церковного администратора, и толкователя священного писания — это удивительно. И при этом сохранять трезвенный взгляд на самого себя. То есть ни малейшей тени превозношения, или гордости, или надменности в нем никогда не было заметно. Даже напротив, особая социальная, такая обостренная позиция была у папы Григория. Он очень любил помогать бедным людям. Он проявлял часто сострадание. Он тратил свои личные средства, чтобы выкупать пленных у варваров, для того, чтобы спасать людей от неволи, для того, чтобы спасать их от голода, болезни. И было для многих удивительно, когда после его смерти посчитали казну римской церкви. Она была почти пустой. То есть он все тратил для пользы народа. Он ничего не копил, он стремился как можно больше облегчить жизнь людей. Ну и были отдельные случаи в его биографии, которые показывают, насколько у него было сострадательное сердце, не только по отношению к членам церкви, но и даже к язычникам. Однажды Папа Григорий, как гласит предание церковное, проходил по одной из улиц Рима мимо Трояновой колонны, возвинутой в память об императоре Трояне, которого очень почитали в Древнем Риме, который был одним из самых славных и, наверное, самым справедливым вообще в истории Рима императором. И вот когда он увидел эту колонну, вдруг пронзительная жалость появилась у него в сердце по отношению к этому человеку, который был справедливейшим римским императором, но при этом умер вне веры Христовой, даже был гонителем христианства. Хотя вопрос, насколько он был жестоким гонителем христианства, остается открытым. С одной стороны говоря, что именно он впервые провозгласил принцип отречения от Христа или смерти, которому потом следовали многие римские императоры. Но с другой стороны, мы же имеем документ той эпохи, то есть послание Плиния-младшего к императору Трояну, где он спрашивает, как поступать с христианами, которые объявились там в Малой Азии, в Вифине, и ответ императора Трояну, где прямо сказано, что специально разыскивать их не нужно, преследовать их не следует. Если поступает анонимный донос на христианина, то его вообще нужно игнорировать. Только если поступает обоснованный, подписанный, мотивированный донос, тогда нужно позвать и доносчика, и того, на кого донос был принесен, он и расследует, на самом деле человек отказывается почитать государственных богов. Если отказывается, тогда уже поступать по строгости закона. То есть сама по себе эта процедура предполагает возможность избежать каких-то радикальных мер, потому что если это был человек более-менее состоятельный, он всегда мог вопрос в суде решить. Люди всегда оставались людьми. И широко известно, что те христиане, которые не имели в себе достаточно мужества и стойкости, чтобы пострадать за Христа, они порой просто откупались от того, чтобы не приносить жертву идолам, но чтобы власти не имели к ним никаких претензий. И святой Григорий молился за Трояну? Да, и святой Григорий очень усердно и долго молился за императора Трояна. И ангел Господень известил его, что молитвы были его услышаны, что Господь помиловал этого императора-язычника. И вот с этих пор в Западной Церкви появилось такое понятие, как крещение слезами. Можем ли мы предположить, что к святому папе Римскому Григорию двоеслову можно молиться о некрещенных людях, так же, как мы молимся по традиции святому мученику Уару? Это довольно новый для меня взгляд, но в сущности, а почему бы и нет? Да, действительно, у нас, как правило, молятся мученику Уару традиционно в нашей Русской Православной Церкви именно о некрещенных родственниках и живых, и усопших. Для этого есть основания в житии мученика Уара, но и в житии Папы Григория тоже есть такое основание. Я думаю, что да, это вполне правильная мысль. Тест Дмитрий, скажите, пожалуйста, каково значение деятельности Папы Римского Григория Двоеслова для христианской Церкви? Значение его деятельности очень велико. То есть, во-первых, это, я считаю, может быть, даже недостижимый идеал для последующих поколений христиан Римской Церкви, в особенности для римских первосвященников, потому что это идеальный образ человека, который всю жизнь свою посвятил тому, чтобы достойно управлять своей Церковью и вместе с тем помогать всемирно своему народу, для которого он сделал все, что только от него зависело. Поэтому это один из самых любимых вообще Пап в Западной Церкви. Ну и кроме того, историческое значение Папы Григория состояло в том, что он первый понял, что империя разваливается, что она долго уже не просуществует и нужно просвещать новые народы, которые пришли не прошлыми гостями, но они уже пришли, и они жили бок о бок с римлянами, они жили бок о бок с византийцами на этих же самых землях. И вот он понял, что нужно их просвещать светом веры Христовой, и он очень активно содействовал миссионерской деятельности. Известно доподлинно, что он покрестил Лангобардского принца, это было большим успехом его миссионерской деятельности. Кроме того, он послал своего миссионера Августина в Англию, и тому удалось обратить в христианство, покрестить короля Этельберта и всех его подданных. Это тоже был огромный успех. И надо сказать, что первое житие Папы Григория было написано именно в Англии в начале 8 века. То есть это была глубоко боятельная личность, которая внушала людям настоящее благоговение перед святостью. Они видели живой образ Христа буквально у себя перед глазами, и он воплощал в себе те добродетели, которым он учил сам вона, и вместе с тем показывал их осуществление в своей собственной жизни. И что интересно, в Испании тоже очень почитали Папу Григория. Ему удалось наладить какие-то особо тесные отношения с этой страной. Поэтому люди самого разного, казалось бы, менталитета. Это были новые сравнительно страны, абсолютно еще не устоявшиеся в христианской вере. Но вот именно пример, личное влияние Папы Григория, оно действовало сильнее любой его энциклики или булы. Поэтому, как мне представляется, Папа Григорий Двоеслов справедливо у нас почитался и в Древней Руси, и в Средневековой. И мне кажется, что и сейчас мы не должны забывать о почитании этого святителя. И мне, например, очень радостно, что когда я завершаю служение литургии прежде священных даров, то я поминаю на отпусте имя Папы Григория Двоеслова и в молитвах после причащения читаю ему Тропарь. Спасибо, Господи, Сидимитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Божьей помощи и Ангела-Хранителя.